Субтитры создавал DimaTorzok Литературная интеллектуальная игра «Осуждение» в села во взрослой библиотеке, где собирались читатели трех разных возрастов и обсуждали разнообразные произведения. Детские школьные библиотекари поддержали инициативу, и для старшеклассников Леневских школ и школ поселка Листянка и станция Евсина тоже организовали осуждение. Первые игры прошли Листянской и Третьей Леневской школе. Там обсуждали книгу Бориса Шишаева «Старость кота Тимофея». Я считаю, что преданность животным к своим хозяевам – это одно из самых сильных чувств, которые могут испытывать. Это самая крепкая связь между душами. И животное, несмотря ни на что, не предаст человека. И люди за верность могут отплатить животным той же самой верностью, заботой, преданностью и любовью. Книги всегда заставляют с чем-то задуматься. Согласен ли ты с мнением автора, как отреагировал на какой-то поступок героя, а может нашел какой-то скрытый смысл, который автор хотел донести до читателей. Все это и нужно было высказать на игре. А другие участники либо соглашались, либо опровергали утверждение и аргументированно высказывали свое. Также в качестве игроков на суждение присутствовали гости. Постоянный участник взрослой литературно-интеллектуальной игры Александр Болдырев и муж Зинцева Тачьяна Владимировна, руководитель детской студии «Горница». Детям было важно услышать мнение о книге авторитетных и мудрых читателей. «Изначально, конечно, как животное появилось рядом с человеком? Человек его приручил, животное. А мы знаем, еще Экзопили, да, говорит, но в ответе за тех, кого мы приручили. Чувство ответственности, оно воспитывается, вот почему это произведение и написано, я считаю, что это воспитывается в семье, с детства, за существо живое рядом. Начиная с животного, потом ребенку, да, а потом уже из-за взрослого старого человека». Такой необычный рассказ определенно каждого заставил задуматься о чем-то своем. Может быть, даже книга помогла понять ошибки, пересмотреть взгляды на мир. И точно уж не стоит повторять ошибок героев. Но эта книга подходит для людей любого возраста. Тем, которых коснуться автор, актуальна всегда. И если вы заинтересовались, обязательно прочтите. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...